Всем привет! Мы с вами сегодня у меня на кухне, а это значит, что мы сейчас с вами будем готовить вместе что-то вкусное, полезное, низкокалорийное, которое поможет вам сбросить вес и сохранить фигуру. Но эти блюда подходят абсолютно всем. Я свою семью кормлю точно так же. Мы все питаемся из одной общей, скажем так, из общего котла, как говорится. Что мы сегодня с вами приготовим? С дачи я привезла кабачок. Думала, гадала, что из него будем сегодня готовить. И решила, что мы приготовим вкусную курочку по-азиатски. А также сделаем с вами клубничную пастилу. Так, что для этого нужно? У меня здесь 400 граммов перетертой клубники. О, целая ягода плавает, даже не перетерлась, но это не имеет значения. Смотрите, просто берем 400 граммов ягод и в блендере пробиваем до однородности. Сейчас я возьму вилочку, если я буду все-таки раздобрать. Без сахара у меня клубника. Я потом добавлю сахарозаменитель. Такая пастила выйдет у нас на 45 килокалорий на 100 граммов. То есть будет низкокалорийный десерт. Взбитый, красивый, вкусный. Сейчас что нужно сделать? Сюда 400 граммов клубники. Можно, кстати, сразу добавить сахарозаменитель. Я, пожалуй, сразу добавлю пару ложечек сахарозаменителя. Клубника, она сама по себе достаточно сладкая ягода. Но я прям люблю, чтобы пастила была прям сладенько-сладенько, как зефир настоящий. Поэтому добавляю еще сахарозаменитель. Так, размешали. Все, 400 граммов у нас клубничного пюре здесь есть. И добавляю желатин. Желатин у меня вот такой, самый обычный. Заказываю я вот на этом сайте. Известном, да. Ну, вот такой. Он небыстро растворимый. Обычный желатин, но он мне нравится. Так, потому что фракция его, кстати, очень-очень меленькая. Не такими гранулами, а меленькая фракция. На 400 граммов клубничного пюре нужно будет добавить 40 граммов желатина. Вот, я добавляю. Все, есть. 40 граммов. Все хорошенько размешиваю. И отставляю минут на 15-20, чтобы желатин набух. Наше пюре, кстати, сейчас достаточно жидкое, я вам покажу. А потом вы увидите, каким оно станет, когда уже желатин набухнет. Будет прям такая плотная кашица. Так, смотрите, на данный момент вот такое жиденькое у нас пюре. И отставляю его в сторону. Кто со мной еще не знаком, давайте я представлю. Зовут меня Наталья. Я специалист в области снижения веса. Сама похудела на 42 килограмма. Помогаю людям снижать вес. Рассказываю, как можно добиться хороших результатов в снижении веса без диеты, без спорта. Только за счет питания. И не диетического питания, а питания именно вкусного, разнообразного, сбалансированного. Потому что сама я нутрициолог, специалист именно в области питания, в области продуктов, составления рационов. Чтобы они выполняли свои основные функции. Потому что запросы у людей разные. Кто-то приходит ко мне с целью сбросить вес. Составить рацион для того, чтобы сбросить вес. Кто-то приходит с запросом, чтобы вес поднять, увеличить. Есть такие тоже счастливчики. Это нам, кто был в большом весе, как я. Я раньше весила 110 килограммов. Нам казалось, что это счастливчики. Но люди так же мучаются. Они не могут никак вес свой поднять. Кто-то приходит к специалисту по питанию. Но для того, чтобы обогатить свой рацион полезными витаминами, минералами. Просто оздоровить свой рацион и питание своей семьи. Это то, чем я занимаюсь. Что я умею делать. Люблю свою работу. Делаю это с удовольствием. Если у вас есть какие-то вопросы сегодня во время нашего эфира, задавайте, пожалуйста, вопросы. Не стесняйтесь, спрашивайте. Я буду отвечать вам. Обязательно разберем какие-то темы. Потому что чаще всего мы готовим что-то полезное и вкусное. Готовим что-то полезное и вкусное для вашей стройной фигуры. И параллельно говорим на темы снижения веса. На темы правильного питания, сбалансированного питания. Поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Я буду готовить, посмотреть заодно на экран и отвечать на ваши вопросы. Так, что мы с вами сделали. Мы с вами сегодня будем готовить курочку по-азиатски. А также будем готовить с вами клубничную пастилу. Для этого я пробила в блендере 400 граммов свежей клубники. Добавила туда пару ложечек подсластителя с нулевой калорийностью. И добавила на 400 граммов клубничного пюре 40 граммов желатина. Отставили мы это все в сторонку на 15-20 минут, чтобы желатин разбух. А мы сейчас с вами будем подготавливать куриное филе. Для этого я его для начала, конечно же, просто помолю. Продолжение следует... У меня есть здесь 3 филешки, 3 половинки филе, которые я буду сегодня отготовить. Все, что я готовлю, я обязательно записываю в блокнот, чтобы потом посчитать свою калорийность этого блюда. Занесу в программу калоризатор и буду считать калорийность готового блюда. Таким образом я слежу за питанием и не набираю вес. Именно таким методом на подсчете калорий я снижала вес и снизила его на 42 килограмма. Это действительно работающий метод, работающий способ, который гарантированно вас приведет к вашей цели к снижению веса. Так, пиле. Что нам понадобится? Сразу запишу перечень этих ингредиентов, а потом буду взвешивать и добавлять уже только цифры. Значит, пиле куриное, перец болгарский, кабачок, лук. Понадобится морковь, помидор. И на гарнир отварю спагетти. Сейчас поставлю, чтобы закипала водичка на спагетти. Так, пиле куриное, перец болгарский. Так, пиле куриное. чтобы вода быстрее закипала сразу ее можно посолить тогда меняется плотность воды и она закипает гораздо быстрее а сама я подготовлю сейчас наши ингредиенты первым делом я порежу куриное филе порезать его нужно будет на небольшие протолковатые такие брусочки кусочки вот на такие кусочки режу куриное филе будем готовить курочку по азиатски и сейчас я уже подготавливаю нарезаю куриное филе параллельно у меня закипает водичка для спагетти спагетти отвариваю на гарнир в принципе это блюдо само по себе уже не нуждается в гарнире потому что там будет куриное филе и много овощей но для меня этого будет достаточно а вот для моего супруга недостаточно поэтому нужно сварить еще и спагетти мужчинам нужно больше есть скажем так калорийность рациона мужчин выше чем у женщин поэтому им нужно больше есть и соответственно и углеводов не должны съедать в день больше чем женщины поэтому мужу запросто можно еще и спагетти добавить к этому блюду вообще макароны никогда у нас не под запретом во время снижения веса я сама ем макароны люблю их и практически каждый день ну пускай не каждый день но через день как точно я готовлю макароны в разных вариациях пасту с мидиями с курочкой или там какую-то запеканку где используют тоже макаронные изделия в этом нету совершенно ничего такого какого-то скажем так криминального потому что это простой углевод нам нужны углеводы спасибо большое за комплимент вас тоже с днем друзей вот мне напомнили что сегодня какой-то замечательный праздник всех поздравляю с днем друзей сейчас пойду схожу возьму овощи на балконе которые я привезла с дачи и будем их тоже подготавливать одну минуточку так я несу овощи а пока филе мы отставим в стороночку потому что начинать мы будем с лука возьмем пару головок лука и порежем его быстренько полукольцами и уже можно будет начинать готовить остальные ингредиенты будем в процессе готовки добавлять здорово кто-то тоже любит спагетти так же как и я да хороший продукт почему многие люди которые следят за фигурой боятся спагетти это такой же продукт как допустим хлеб такой же продукт как крупа в итоге все наши скажем так макаронные изделия они в нашем организме распадаются до глюкозы организму неважно из какого источника вы получите эту глюкозу да будто из сахара если вы его едите либо же из макарон или из гречки глюкоза в организме одинаковая будет из гречки или спагетти вообще не имеет никакого значения поэтому не стоит бояться спагетти макарон готовьте их учитывайте в своем рационе считайте сколько вы углеводов съели либо же хотя бы контролируйте калорийность своего рациона и этого уже будет достаточно чтобы вы снижали вес так я нарезаю лучом и уже сковороду чтобы она у меня подогревалась обязательно нужно будет взвесить то что я готовлю я всегда взвешиваю чтобы знать сколько граммов продукта я использовала для приготовления данного блюда потом прочитаю половинность готового блюда с выходом на 100 грамм лук конечно может поджариться и сам по себе на антипригарной сковороде но я добавлю немножечко растительного масла самого простого буквально 3 грамма будет достаточно тонким слоем кисточкой силиконовой смазываю сковороду и лучок будет такой золотистым так сколько граммов лука мы будем с вами использовать сегодня 40 вот пишу 50 то есть два грамма можно округлить и не париться 50 граммов лука мы использовали пускай он у нас поджаривается до золотистого цвета мы с вами приступим дальше к нашим овощам кабачок у меня уже вымыл я от него уже отрезала кусочек мы готовили с вами буквально вчера по моему или позавчера в прямом эфире зеленые блинчики с кабачком и использовали частично кабачок так спагетти гречку не любите ну знаете это на любителя скажем так действительно кто-то любит гречку кто-то жизнь без нее не может я тоже гречку кстати не очень люблю как говорят что кто хочет похудеть и быть в хорошей форме такое вытует мнение что это надо ходить на гречке на куриной грудке на кефире это все очень скучно и это все совершенно не про меня я похудела на 42 килограмма на нормальном питании на вкусном разнообразном питании если вы будете худеть на какой-то диете то долго вы не продержитесь обязательно будет срыв так и будете ходить по замкнутому кругу диета срыв диета срыв потому что как это происходит человек себя в чем-то ограничивает изо всех последних сил он старается придерживаться своей диеты выбранной но потом срывается на какие-то продукты и вес возвращается еще с удвоенной с большей силы поэтому человек ругает себя за такое слабоволие за то что он такая безвольная субстанция осы да и ужесточает еще больше свою диету так у меня закипела водичка и я сейчас туда отправлю вариться спагетти спагетти у меня вот такие вот такой фирмы сейчас я опущу туда спагетти и расскажу как выбрать хорошие макароны для снижения веса которые вам будут помогать не обязательно есть макароны твердых сортов пшеницы как все об этом кругом говорят и навязывают для снижения веса это не имеет никакого значения потому что что макароны из обычных сортов пшеницы что макароны из твердых сортов пшеницы имеют одинаковую калорийность основное условие при котором человек будет худеть это дефицит калорий поэтому нам не важно вы можете худеть хоть на гамбургерах и вы действительно будете снижать вес это я вам просто гарантирую да немножечко тут можно будет по поводу гамбургеров поспорить о пользе для здоровья но свою цель снизить вес вы конечно достигнете так вот как я лично выбираю макаронные изделия для своей семьи для своего рациона я не смотрю на то что это макаронные изделия группы а либо же группы б все на что я обращаю внимание это количество белка количество белка в макаронных изделиях в этих 12 12 граммов белка вообще есть макароны получше эти были на акции два по цене одного поэтому я купила сразу две пачки но они не плохие реально неплохие потому что здесь 12 граммов белка чем больше белка тем лучше в идеале от 10 и выше это уже годная макарона которую можно использовать в своем рационе так лук у нас уже поджарился и мы сейчас добавим туда порезано брусочками куриное филе вот такими кусочками смотрим сколько граммов филе так у меня получилось 560 граммов филе я сразу запишу чтобы не забыть филе 560 граммов сразу я убрала мощность огня и закрыла крышкой сейчас филе пустит свой сок и у нас получится курочка на данном этапе она будет без масла готовится как бы как в своем собственном соку и она будет достаточно сочная вкусная а единственное сейчас как раз таки можно добавить специи и посолить я добавляю вот такой букет перцев у меня есть специи которые я очень люблю просто смесь перцев но тоже сильно не нужно перепарщивать она достаточно остренько а также мне прям очень нравится это копченая паприка заказывала я ее на озоне она придает классный аромат всем блюдам такой вот знаете дымок как будто бы с дымком кому знакома такая специя как копченая паприка напишите интересно мне знать потому что не все люди знают что есть такая специя она недорогая но придает такой вот особенно какой-то аромат как будто мы на костре приготовили как будто у нас барбекю приготовилась в любые мясные блюда вообще делает их просто классные когда девчата которые худеют в моей программе по снижению веса узнают про эту специю они в нее влюбляются говорят как мы жили до этого почему мы раньше не знали про эту специю она просто реально классная так не знаю да люди всем привет кто еще здоровается присоединяйте не знаю можете себе пометить копченая паприка прямо моя рекомендация она действительно сделает ваше блюдо ярче и вкуснее в котлеты в колбаски в какие-то мясные блюда которые вывод курочку я мариную в ней очень вкусно мой муж говорит что ты туда добавила там аж там где-то в горле все щекочет задействованы рецепторы такие вкусовые очень классная эта штука так что нам нужно теперь мы быстренько пока времени ушло курочка у нас готовится нарезаем квадратиками кабачок у меня цукини он достаточно молодой и я не буду чистить шкурку прямо со шкурочкой я его нарезаю на квадратики среднего размера в этом рецепте понимаете и вообще в принципе я советую все овощи готовить аль денте то есть слегка их обрабатывать термически чтобы они оставались такие вот немножечко жестковатые полутвердые тогда мы не теряем вот эту полезную клетчатку то есть ну по сути клетчаткой так никуда не денется в процессе приготовления но у нас овощи будут работать как овощи как клетчатка а не как углеводы если мы готовим долго термически обрабатываем наши овощи что они уже в организме у нас в рационе нашем учитывается как углеводы а не как клетчатка поэтому всегда выгоднее конечно есть овощи сыром виде кабачок будем использовать сейчас я почищу еще болтарский перчик посмотрю если есть у меня морковка честно сказать не уверена что у меня есть на данный момент но если она есть ее тоже можно соломкой порезать это блюдо кабачок готов сейчас помоем перчик очищу сразу перчик нужно будет порезать соломкой знали что перепонки у перца вот внутри которые находятся сейчас вот эти вот перепон очки которые внутри находятся перца их лучше удалять самом деле в них содержится такое вещество которое провоцирует аппетит и срезаем всегда делаю вот так чистенько без перепон очек так сейчас быстро порежу перчик соломкой я сейчас подготавливаю овощи которые потом мы добавим нашей курочки кстати заболталась с вами а спагетти я выключаю варю их всегда любые макаронные изделия приблизительно три минутки после закипания и выключаю и оставляю постоять еще в горячей воде они сами дойдут до кондиции не надо их тоже переваривать каши так 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 курочка у нас прям совсем уже такая сочная сейчас вам покажу сколько там получается жидкости собственного сока смотрите я не добавляла никакой воды сюда не добавляла масла никакого сюда в эту курочку и вот столько жидкости на среднем огне под крышкой она выпустила свой сок и в нем она вот так подтушивается курица порезана на мелкие кусочки на мелкие кусочки и ей достаточно совсем немного времени чтобы приготовиться а я еще беру сюда мне понадобится пару зубчиков чеснока будем использовать так как мы готовим сегодня курочку по азиатски и чесночок здесь не будет лишним все свое все привезенное сдачи а а а так ну что давайте посмотрим что у нас тут происходит спагетти у нас готовы практически сейчас нужно открыть крышку и добавить огонь чтобы из курицы испарилась вот это вот ненужная нам жидкость лишняя мы подготовили еще хабачок перчик до помидорку тоже мы сейчас подготовим с вами мы не пропадаем а 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 тем временем смотрите пастила наша клубничная практически готова готова заготовка так давайте будем с вами добавлять кабачок и сразу взвешивать 255 граммов колочка и добавляем болгарский перчик 150 граммов перца смотрите сейчас покажу как красота уже у нас с вами получается мы готовим с вами сегодня курочку по азиатски здесь у нас лучок обжаренный куриное филе кабачок болгарский перец добавим еще чесночок сейчас и в конце помидоры не забываем соль и специи так вот такая красота у нас получается готовим сегодня там мы отварили уже спагетти здесь готовится курочка по азиатски обязательно дам рецепт немножечко позже что мы сегодня использовали в приготовлении данного блюда и мы продолжаем дальше напоминаю что я специалист по питанию собственный опыт у меня в снижении веса 42 килограмма я рассказываю как можно худеть без диеты без спорта только за счет питания за счет балансированного вкусного действительно питания у нас обжаривается здесь курица с овощами а мы подготовим с вами еще и помидор помидор можно нарезается произвольно как вам нравится это нарезайте помидор вот 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 Сегодня у нас пятница, да, такой день, когда уже все мысленно, наверное, закончили рабочую неделю и хотят поскорее отправиться куда-то к водоему отдыхать, либо же на дачу. Расскажите, куда вы планируете на эти выходные поехать отдыхать? Как вы проведете свои выходные? Какие у вас планы? Очень интересно. Поделитесь. Вот у нас дочка уехала к подруге на неделю, поэтому у нас тоже выходные с мужем целую неделю мы остались одни. Такое редко бывает, когда в семье есть дети. Нужно помешать наши овощи. Вы, наверное, слышите, как здесь шутит, да, это обжариваются овощи. Выжаривать овощи не нужно. Они должны быть до состояния аль-денка прожарены. То есть такие полукрустящие. Я сейчас добавляю немного растительного махла, буквально 10 граммов, чтобы наши овощи приобрели такой слегка золотистый цвет. Если вы... Сейчас, одну секундочку, вам явно плохо слышно, да? Но нужно обжарить овощи сейчас прямо на большом огне, поэтому немножечко звук страдает. Ой, вот как красота получается, ребята, это просто шедевр. Так, последнюю помидорку я нарежаю. И можно ее будет уже добавлять. Так, все я записываю. И сейчас взвешу, сколько помидор буду добавлять в это блюдо. Так, 245 граммов. И вам покажу, какая красота у нас получается. Вот так. Добавим сейчас 3 зубчика чеснока. Вот просто в трес для чеснока я его забрасываю и выдавливаю в это блюдо. Видите, как хорошо. Люди будут на выходных валяться дома, есть мороженое. Ну, скажем так, почему бы и нет. Даже те, кто снижает вес, могут есть мороженое и не отказывать себе в этом. Кстати, можете посмотреть на моем канале, как правильно выбирать мороженое для снижения веса. У меня есть YouTube канал, который называется «Прощай их цель». Заходите туда, смотрите, там есть подробный ролик, как выбрать правильное мороженое для снижения веса. Так, у нас с вами просто какой-то шедевр сегодня получается. Аромат нереальный уже на всю тупу. Сейчас я вам покажу и практически можно сказать, что у нас все готово. Сейчас я солью воду со спагетти. Меня, кстати, недавно спрашивали, кто-то промываю ли я спагетти. Если спагетти я буду использовать прямо сейчас, есть то, что я приготовила, то я их не промываю. Если я буду их оставлять вам потом, то я их промываю с горячей водой. И так как я сварила спагетти сейчас многовато, то я буду их промывать. Вернее, я уже их промыла. Готовим с вами мы сегодня курочку по азиатке. И потом еще приготовим клубничное, пастилу клубничную. Натуральную, низкокалорийную сладость, которую можно совершенно всем удержим. Сейчас я переключу камеру и покажу, что у нас получается за красота. Смотрите, что у нас за красота сегодня получается. Вот так выглядит наше блюдо. Курочка по-азиатски. Яркая, красивая. Что у нас здесь есть? Здесь у нас репчатый лук. Здесь у нас кабачок, перчик болгарский, куриное пиле. Помидорки, немного растительного масла, специи, соль. Все в принципе. Сразу нужно обжарить лучок, потом добавить курицу. Обжарить до золотистого состояния. И потом уже добавить овощи и не выжаривать их полностью. А только-только довести до состояния аль денте. Я не знаю, видно вам на видео или нет. Смотрите, какой кабачок. Он стал прозрачным, но он остался хрустящим. И практически вот это у нас уже все готово. Я выключаю сейчас сковороду. Не нужно выжаривать овощи. Все, сковороду я выключила. И сейчас мы будем с вами сервировать наше овощи. Да, кстати, нужно обязательно взвесить то, что мы приготовили, чтобы посчитать калорийность блюда. Взвешиваю я вот эту подставку, чтобы горячую сковороду. И взвешиваю. 1860 граммов получилось. Записываю. 1860 граммов. Минус 980. Это вес моей сковороды. Это для того, чтобы я потом спокойно смогла просчитать калорийность блюда. И сейчас мы с вами делаем красоту. Смотрите, какую красоту мы с вами сделаем. Так, смотрите, я беру макароны. Порцию буду делать мужу, поэтому я ее не взвешиваю. Для супруга я не взвешиваю ничего. Он ест невзвешенное у меня еду. Но, в принципе, все равно ту еду, которую я готовлю для себя, только что я ее не взвешиваю. Можно добавить, кстати, спагетти сразу в сковороду, но я этого не делаю, потому что, возможно, я сама буду есть просто курочку с овощами. А мужу сейчас сделаем со спагетти. И посмотрим, какая у нас красота получилась. Это же шедевр. Обязательно рецепт сейчас вам расскажу со всеми пропорциями. Так как это у нас курочка по-азиатски, давайте добавим еще немножечко сверху кунжута. Это прям сделает законченный вид нашего блюда. Такой, какой он должен быть. Посмотрим, какая красота получается. Буквально для эстетичного вида. Можно даже не учитывать, здесь один грамм, а то и меньше получилось кунжута. Итак, первое блюдо у нас с вами готово. Сейчас я покажу. Быстренько протру конденсатский, который образовался. Смотрите, какое блюдо мы с вами только что приготовили. Это курочка по-азиатски. Смотрите, ну красота же, да? Можно худеть, снижать вес и питаться при этом очень вкусно и разнообразно. Смотрите, сейчас дам рецепт к вам. Вот так, может быть, будет цветопередача не совсем у меня. Почему-то мне на моем экране, она кажется такой немножко коричневой. На самом деле золотистого цвета. Очень красивое блюдо получается. Что мы использовали сегодня в приготовлении данного блюда. Продиктую. Так, для приготовления данного блюда нам понадобилось куриное филе 560 граммов, перец болгарский 150 граммов, кабачок 255 граммов, лук репчатый 50 граммов и помидор 245 граммов. Пропорцию вы можете и сами поменять. Какие овощи, добавить морковочки, допустим. Технология приготовления следующая. На сковороде, на небольшом количестве масла. Когда я говорю небольшое количество масла, я прямо действительно говорю небольшое количество масла, буквально 2-3 грамма масла. Я лично помазала просто вот у меня силиконовой кисточкой. Смазываю сковороду силиконовой кисточкой. Нарезаю лук полукольцами и обжариваю до золотистого состояния. После чего нарезаю куриное филе брусочками и отправляю к луку. Перемешиваю, добавляю соль, специи. Я использовала копченую паприку. Это очень классная и вкусная специя, которая придает необычайный аромат вашим блюдам. Как будто бы они приготовлены на костре. Все перемешала, закрыла крышкой, убавила огонь до среднего. И буквально 3-5 минуток у меня курица в собственном соку вместе с луком протушилась. После чего я нарезала кабачок кубиками, перец соломкой. И эти овощи добавила на сковороду. Добавляю также сюда 10 граммов растительного масла и увеличиваю огонь, чтобы наши овощи обжарились вместе с кусочками филе до золотистого состояния. Но не стали мягкими. Овощи должны быть хрустящие. Остаться хрустящими. И в конце, буквально в самом конце приготовления добавила порезанный квадратиками помидор для сочности. Вот такое блюдо у нас получилось. Низкокалорийное, вкусное, диетическое. И спагетти на гарнир. А сейчас мы с вами еще приготовим клубничную пастилу. Давайте я сниму пробу. То есть, готовила-готовила, а вдруг невкусно получилось. Хотя такого быть не может, потому что я точно знаю, что это блюдо я готовлю уже неоднократно. Очень-очень вкусно. Но на мой вкус я бы добавила еще соли. Для меня соли маловато. Но я знаю своего супруга. И он скажет, что соли не надо добавлять. Он меня всегда ругает, что я что-то пересолила. Овощи вот реально остались хрустящими. Овощи получились так, как и должны быть в приготовлении. Аль денте. Кто-то вон пишет, что такое аль денте. Аль денте это приготовленное не до полной мягкости. А скажем так, вообще этот термин к нам пришел из Италии. И чаще он используется при приготовлении макарон. Допустим, да, спагетти, макаронных изделий. Сварить макароны аль денте, это значит, чтобы сверху они были уже мягкие, но оставалась твердая серединка. Вот точно так же мы готовим овощи в этом блюде. Аль денте. Чтобы они стали прозрачными, слегка мягковатыми, но остались хрустящими. Когда мы их едим, они остаются хрустящими. Они не каша. Видите, перчик наколол, и он сохраняет свою форму. Какая вкуснотища! Если вам нужен рецепт, то такие низкокалорийные вкусные рецепты всегда можно найти в моих уже готовых сбалансированных меню. Напишите мне в личное сообщение, что вы хотите меню, и я расскажу, как вы можете получить готовое меню от меня. Я специалист по питанию, специалист конкретно по рациональному питанию, который сам сбросил, я сама лично сбросила 42 килограмма, не ограничивая себя в еде. Я ем все, я ем выпечку, я ем сладости. Приходите на мои эфиры. Мы готовим с вами всегда что-то вкусное, красивое, полезное, и еду, которая приведет вас к стройности. Поэтому подписывайтесь на меня в ТикТок, подписывайтесь на меня на Ютубе. Канал мой называется Прощай Иксель. И будем готовить с вами что-то вкусненькое дальше. А сегодня я бы хотела еще с вами приготовить клубничную пастилу. Клубничную пастилу мы сделали с вами в начале эфира. Для этого 400 граммов свежей клубники просто пробить в блендере до состояния пюре. После чего в это пюре ягодное, такую пастилу можно готовить совершенно из любых ягод, из любых фруктов, что вы любите. У меня было клубничное пюре. Спрашивать будет ли запись. Запись данного эфира я сохраню у себя на Ютуб канале. Еще раз, кто присоединился, не видел с самого начала, что мы готовили. А готовили мы сегодня вот такую красивую курочку по-азиатски. Полностью рецепт, который я вам надиктовывала. И запись эфира я сохраню на своем канале Прощай Иксель. Это Ютуб канал. Подписывайтесь. И там в течение дня я сделаю запись этого эфира. А сейчас мы с вами будем готовить десерт низкокалорийный. Калорийность данного десерта 45 килокалорий на 100 граммов. Это по калорийности яблоко получается. Но он полезнее, потому что здесь еще и добавлен белок. Белок в виде желатина. Желатин это коллаген, который действительно нам нужен в процессе снижения веса. В достаточном количестве, чтобы наша кожа успевала также подтягиваться. Люди, которые снижают вес на большое количество килограммов, очень часто страдают от того, что они худеют, и кожа у них провисает. Вот мои клиенты, которые обращаются ко мне, они в частности боятся именно вот такого эффекта провисания кожи. Чтобы этого не случилось, нужно есть достаточное содержание коллагена, в том числе в совокупности с другими рекомендациями. Поэтому десерты на основе желатина это то, что нам нужно. Но простое банальное желе уже нам поднадоело. Мне лично точно. Ведь я же снизила вес на 42 килограмма. И это было не за один день, как вы понимаете. Поэтому сегодня мы готовим не желе, а мы готовим с вами пастилу. Хотя здесь используем всего два ингредиента. 400 граммов любого фруктово-ягодного пюре. Сюда же я добавляю 40 граммов желатина. И оставила на 15-20 минут. В начале эфира я показывала, что пюре было жидкое, как водичка. Сейчас оно все загустело и можно его уже растопить на водяной бане. Для этого сейчас я поставлю на плиту кастрюльку, чтобы нам создать водяную баню. Чтобы вода закипела быстрее, я наливаю сразу горячую воду. И добавлю туда чайную ложку соли. Это такой хитрый лайфхак, чтобы вода закипела очень быстро. Потому что соль меняет плотность воды и она закипает еще быстрее. Это курс физики школьной. Кто помнит, пользуйтесь, применяйте, как говорится. Да, кстати, клубника достаточно сладкая ягода. Но в нее я все равно добавила подсластитель. Потому что я люблю прям сладкий-сладкий десерт. Я вообще неисправимая сладкоежка. Поэтому я люблю прям каждый прием пищи завершать именно чем-то сладким. Это дает мне какой-то психологический комфорт, удовольствие. Я понимаю, что действительно я съела и полезную еду, и вкусную еду. Поэтому научитесь готовить низкокалорийные десерты. И вы будете всегда оставаться стройными. И ни в чем себе не отказывать. Такие десерты мы готовим часто в моих эфирах. Есть они у меня рецепты на моем YouTube-канале, который называется Прощай к сельфу. Здесь Наталья Самсонкина. А также здесь в TikTok я тоже выкладываю свои рецепты. И, кстати, наверное, сегодня или завтра еще подготовим и приготовим шоколадный бисквит. Низкокалорийный, калорийность которого меньше, чем 100 ккал. Прям шоколадный шоколад у нас получится. Вода уже шумит. То есть вот буквально одну минуту, и вода уже шумит. Я отправляю вот эту вот нашу мисочку с нашей, что тут у нас, пюре клубничное с клубникой на водяную баню. Как правильно сделать водяную баню? Воды нужно набрать вот столько в кастрюлю. То есть немного. Основная посуда, в которой находится наш продукт, который мы будем готовить на водяной бане, не должна касаться воды. Оно должно готовиться на пару от этой воды. Вода закипает, и своим горячим паром оно будет задавать эффект водяной бани. То, что нам нужно. Сейчас нужно будет... Так, все, водичка закипела. Очень быстро. Видите, я набрала горячую воду, добавила в нее ложку соли, и вода закипела моментально. Сейчас при постоянном помешивании мы будем растапливать нашу клубнику. Давайте я переключу камеру, чтобы вам было видно, что здесь происходит. Одну секундочку, и вы все увидите. Вот. Я думаю, что вам будет видно. Пока еще наша масса густая, но очень скоро она начнет плавиться. Желатин будет распускаться, и масса снова станет жиденькая, как водичка практически. Это мы с вами готовим. Кто присоединился, готовим мы с вами клубничную пастилу. Низкокалорийную, взбитую, воздушную, похожую на зефир. Практически быстрый зефир. Готовить ее несложно. Всего из двух ингредиентов. Обязательно повторю рецепт еще в конце нашего эфира. Уже смотрите, если вам видно, вот тает, вот тут вот видно, что уже начинает все подтаивать. Одно условие. Вся масса не должна закипеть. Желатин нельзя, чтобы кипел, иначе он потеряет свои желирующие свойства. Желатин можно нагревать до 90 градусов. Если он закипит, то он теряет свои желирующие свойства. Поэтому мы постоянно это дело помешиваем. Чтобы горячие слои, которые прогрелись уже снизу, перемешиваем их наверх. Готовили мы сегодня с вами курочку по-азиатски. Кто присоединился попозже и не успел записать рецепт, пожалуйста, переходите на мой канал Прощай.эксэль. Здесь Наталья Самсонкина и на ютубе. Мой ютуб-канал там будет выложена запись этого эфира. И будет рецепт в том числе. А сейчас я вам покажу, как курочка получилась. Вот такое блюдо мы сегодня с вами приготовили. Вот такое низкокалорийное, вкусное, аппетитное блюдо. Курочка по-азиатски. А сейчас мы готовим с вами пастилу. Ягодную низкокалорийную. Калорийность всего лишь 45 килокалорий на 100 граммов. Запах стоит, ребят, обалденный. Просто вот как будто бы клубничное варенье варится. Что-то нереальное. Смотрите, уже становится какое жиденькое. А было очень густое. Прямо с ложки не падало. Нам не нужно, чтобы закипело. Нам нужно, чтобы разошелся хорошенько желатин. Растаял, который набухал вместе с ягодным пюре. Практически я бы сказала, что все готово. Вряд ли оно станет еще более жидким. Но еще буквально немножечко. Растапливаем мы на водяной бане. Вот кастрюлька у меня стоит. Там кипит вода. А сверху стоит вот такая глубокая мисочка. У которой у меня клубничное пюре. 400 граммов перетертой клубники. Пару ложечек подсластителя. И 40 граммов желатина. Все это я перемешала. Оставила на 15-20 минут. Желатин разбух. И после этого растапливаю на водяной бане. Все, я считаю, что все хорошо разошлось. Весь желатин уже разошелся. При постоянном помешивании. Тут у меня даже попадаются комочки ягод. Потому что я в однородное прям не перетирала. А просто прошла с блендером немножко. Все, это я снимаю. И сейчас унесу на балкон, чтобы оно охладилось. Вот мне кто-то написал, что пластмассу нельзя нагревать. Вы ошибаетесь. Потому что пластмасса бывает разной маркировки. Существует, да, некоторая пищевая пластмасса только для холодных блюд. А есть пластмасса, которую можно нагревать. Конкретно вот эту тарелку можно использовать в микроволновой печи. А значит, она подходит для нагревания. Поэтому смотрите на обороте своих тарелочек, какая там стоит маркировка. Там есть PET5, PET3, PET7. Поинтересуйтесь в интернете, какой тип пластмассы нельзя нагревать. А какой тип пластмассы можно нагревать. Сейчас наша задача, после того, когда мы сняли вот это пюре, охладить его до комнатной температуры. Поэтому сейчас я очень быстренько унесу его на балкон. У меня здесь рядышком балкон на кухне. Так, вы пока подождете буквально минуточку. Я сразу же вернусь. Так, я вернулась. Привет, все хорошо. Наша заготовка, она остывает сейчас. Почему мы должны обязательно остудить? Потому что технология такая. Если мы сейчас начнем взбивать с вами эту пастилу в теплом виде, в горячем виде, она не взобьется. Она будет все равно доходить до комнатной температуры. При взбивании сразу охлаждаться будет, а потом только начнет взбиваться. Поэтому, чтобы зря не гонять в миксер и не взбивать теплую пастилу, я ее вынесла на балкон. Буквально 5 минуток она там охладится. И мы будем с вами ее взбивать. Так, а силиконовые формы для запекания можно использовать? Ну, конечно, силиконовые формы. Они термоустойчивые. Читайте, кстати, силикон точно так же, как и пластмасса. Бывает разный, который подходит только для, скажем так, для того, чтобы желе какое-то сделать и так далее. А есть силикон, который подходит для запекания. Смотрите, даже на силиконовых ковриках на упаковке написано, какую температуру они выдерживают. Не все силиконовые коврики одинаково подходят для приготовления в этой, в духовке. Там конкретно на упаковке написано 210 градусов, либо же 270, либо же 180. То есть на каждом силиконовом изделии тоже должна быть маркировка, какую температуру максимально они выдерживают. На моих формах, я помню, что было написано, вот на силиконовых ковриках было написано 210. То есть выше, чем эту температуру, я не могу готовить на силиконовом коврике. А на формах, на некоторых было написано, что там 290, что ли. То есть подходит для приготовления, прям что-то зажаривать можно именно при такой температуре. Вот. У нас остывает с вами заготовка для нашей пастилы. Сейчас я посмотрю посуду, в которой мы будем ее взбивать. Для взбивания у меня есть вот такая емкость, и на нее еще специальное кольцо. Так, где мое колечко? Колечко, колечко. Видимо, крылечко. Где мое колечко? Вот. Вот такое кольцо. Оно надевается наверх, и получается такая емкость с кольцом. Сюда миксер, и ничего не разбрызгивается. Вот сейчас я начну взбивать, и вы посмотрите, как это работает. Пока достану миксер. Взбиваю я самым обычным миксером. Вот такой у меня. Ну, то есть, это на самом деле даже уже такой старенький, что здесь все вытерлось. Нету названий, по-моему. Если я не ошибаюсь, это Бош погружной. Даже вот здесь у меня уже с изолентой. Сделан. У меня нету какого-то специального кондитерского вот такого большого погружного миксера, там супер миксера. Я взбиваю прекрасно вот такую пастилу зефир обычной насадкой, обычным вот таким венчиком. никаких проблем. Вот так это дело выглядит. Так, я пойду, ребята, сейчас помешаю нашу пастилу, чтобы она еще быстрее остывала. Ну все, пастила остыла. Заготовка для пастилы она не горячая. Я попробовала. Очень вкусная. Она не горячая, просто такая слегка тепленькая. Я ее переливаю в свою емкость, в которую буду взбивать, и вы все посмотрите. Кстати, хочу сказать, что из клубники я готовлю первый раз пастилу. Не знаю, сама переживаю, как она получится, но я готовила уже из красной смородины, из черной смородины, из абрикосов, из яблочного пюре готовила, из крыжовника замороженного. У меня был перетерт и замороженный крыжовник. Очень вкусная пастила получилась. Все они по цвету получаются разные. Каждая ягода дает свой особенный цвет. И вот из клубники буду впервые сейчас готовить, и вы все увидите в прямом эфире, как будет получаться. Закрываю колечком. Наверное, давайте я камеру переставлю сверху, чтобы вы прям видели, как я буду взбивать пастилу. Сейчас, одну секундочку, я ставлю камеру прям сверху на столу, чтобы вы заметили. Пока это выглядит... Сейчас, секунду, вот так вам покажу. Вот. Какая яркая она. Прям яркая. Вы посмотрите, она побелеет. Это точно. Смотрите. Кто только присоединился, хочу сказать, что меня зовут Наталья. Я специалист в области питания, специалист в области снижения веса. Сама лично снизила вес на 42 килограмма без диет, без спорта. Со спортом у меня с детства не сложились отношения. Я его не люблю, и он меня тоже. Поэтому худела я исключительно за счет питания. Ничего у меня не провисло, кожа не растянулась. Я обратно вернулась в форму, в которой была доза мужества, в такую форму, в которой мы познакомились с супругом. У меня уже взрослая дочь, ей 15 лет, и самой мне уже 41 год. А начинала я сбрасывать вес в 37 лет. Первые мои 25 килограммов ушли за 3 месяца. И потом постепенно я снижала и снижала вес. Кому интересна моя методика, как я снижаю вес, как я учу людей снижать вес без диеты и без спорта, подписывайтесь на мой ТикТок, подписывайтесь на мой Ютуб канал. Если вы хотите получить от меня готовое меню, сбалансированное, уже с просчитанной калорийностью, со всеми расчетами, пишите мне просто в личное сообщение здесь в ТикТоке слово «меню». И я расскажу, как получить меню уже со всеми готовыми рецептами. А сегодня мы с вами готовили курочку по-азиатски. Еще раз вам покажу ее сейчас. Вот у нас готовое блюдо. Вот такая красивая курочка по-азиатски уже готова. Полный рецепт будет на моем Ютуб канале, потому что запись этого стрима я сохраню на Ютуб канале, который называется «Прощай, Эксель». А также мы с вами готовим прямо сейчас в прямом эфире клубничную пастилу. Низко калорийную. Калорийность его всего лишь 45 килокалорий на 100 грамм. Ее можно есть прямо на ночь. Реально гарантирую, что никакого вреда фигуре она не принесет. Все, переключаю камеру и вы будете смотреть, как я буду сейчас взбивать клубничную пастилу. Так, все видно вроде бы, да? Смотрите, вы все видели, что она красная. Сейчас при взбивании она должна поменять цвет на такой прям светленький. Будет немного громко, поэтому можете убавить сейчас громкость у себя на устройстве. Займет это немного, буквально несколько минут. Но вы увидите, как консистенция меняется прямо в процессе. В Dusselмайте metals Сейчас приносим отbel反ращение мясо и челун какой-то начинка. Ночной осбиваю заставки. Смотрите, субтитры субтитры и пересочна. А time на Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такой, знаете, как пенка от варенья. Когда вы варите клубничное варенье и снимаете пенку такую светло-розовую, вот пастила сейчас стала такой. На самом деле нужно было, наверное, ее охладить еще немножко больше, потому что сейчас она все-таки еще остывала в процессе взбивания. Обычно за такое время, как сейчас я взбивала, уже, в принципе, готова пастила. Но здесь я вижу, что нам нужно еще немножечко потрудиться. Она должна стать по консистенции как мягкое мороженое. Беленькое такое, ну не совсем беленькое, светло-розовое. И именно консистенция мягкого, подтаявшего мороженого. Поэтому я сейчас продолжу еще взбивание. Еще буквально 2-3 минутки и будет готово. Будем разливать по формам. Обязательно дам рецепт попозже. Еще раз пропорции укажу. Продолжение следует... 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 Я вижу, что уже достаточно взбивать. Пастила увеличивается в процессе взбивания в 2 раза. Она остается ярко-розовой. Она остается ярко-розовой, потому что это все-таки клубничная пастила. Но, смотрите, она уже такими мягкими пиками. Именно консистенция подтаявшего мороженого. Больше не нужно. Почему? Потому что однажды я перевзбивала и получила зефир прямо не пастилу, а зефир. Вот здесь, прямо в своей посуде для взбивания. То есть, я уже эту пастилу не могла просто вылить в форму. Я ее выкладывала ложкой в формочке, и она даже не хотела выкладываться. Прямо схватился зефир с зефиром в самой емкости. А сейчас у нас вот такая, смотрите, воздушная, тягучая консистенция. Реально такая вот она, как мягкое-мягкое мороженое, как пломбир. Я в силиконовую форму буду выливать. И отправлю на час в холодильник. Через час пастила будет готова. По консистенции она не получится, как желе. Она будет более воздушная, рыхлая. Вот все-таки больше похожа на зефир получается по этому рецепту пастила. То есть, такая пузырчатая внутри. Если интересно, зайдите здесь в мой профиль в ТикТоке и посмотрите рецепт. Там я делала из видеорецепт, я делала из яблочного пюре. Там очень хорошо видна консистенция уже в остывшем виде. То есть, такая, какая она должна быть. Все, у нас получилось вот такое вот. Вот такая пастила. Я ее отправлю сейчас в холодильник. За кадром лизнула ложечку. Реально классная, вкусная. Прям сладенькая-сладенькая получилась. Сейчас поставлю ее остывать. Она схватывается моментально. Смотрите. Видите, достаточно какая-то такая тягучая клубничную пастилу. Сегодня мы делали с вами на десерт. То есть, мы приготовили основное блюдо и еще сделали вот такую пастилу. Сейчас, ребята, отправлю ее застывать. И расскажу вам, что мы использовали, какие ингредиенты. Пока отключу сюда свой телефон. Одну секундочку. Закреплю на штативе телефон. Так, все. Пастилу свою убираю. Через час ее можно будет уже есть. Сегодня мы с вами готовили курочку по-азиатски. Полный рецепт будет сохранен. Заходите на мой YouTube-канал. Прощай.xl. Худей с Натальей Самсонкиной. Там я сохраню запись данного эфира сегодняшнего. Где полностью проговариваю и показываю, как мы готовили курочку по-азиатски. Проговариваю рецепт. Также на десерт мы приготовили низкокалорийную ягодную клубничную. Сегодня конкретно. Пастилу с калорийностью 45 килокалорий на 100 грамм. По консистенции, когда она застынет, она будет очень похожа на зефир. Ягодный зефир. Классный вообще десерт, который меня спасает просто постоянно, когда хочется сладенького. Людям, которые худеют, им действительно часто хочется сладенького. Но мне так точно. Я сладкоежка. Да, я сбросила вес на 42 килограмма. Но я осталась сладкоежкой. И поэтому такие десерты, это прям палочка-выручалочка для меня. Как мы делали сегодня с вами ягодную пастилу. Я взяла 400 граммов обычной сырой, как она, свежей. Вот свежей клубники. Пробила ее блендером. Не обязательно прям, чтобы однородная-однородная масса была. У меня даже кусочки где-то небольшие остались. От этого еще пастила будет вкуснее. Если вы хотите делать из пюре клубничного зефир, то там нужно, конечно, будет перетереть еще даже через сито, чтобы не было семечек. Для пастилы этого делать не нужно. Мы берем 400 граммов любых ягод. У меня сегодня клубника. Пробиваем их до состояния пюре. Туда я добавила низкокалорийный. Вернее, без калорийный, совершенно с нулевой калорийностью подсластитель. Пару ложечек, чтобы было вкуснее. И добавила 40 граммов желатина. Все перемешала. Оставила на 15-20 минут, чтобы желатин набух. После чего мы с вами вместе на водяной бане растопили данную консистенцию. Ягодное пюре с желатином до жидкого состояния. Оставили буквально на 5-10 минут, чтобы эта масса остыла до комнатной температуры. Это важно, потому что пока у вас не остынет до комнатной температуры, пастила не будет взбиваться. Ну, вернее, будет взбиваться, но на это уйдет не 5-7 минут, а на это вы потратите 20-25 минут, если вы прям горячую пастилу начнете взбивать. Поэтому я всегда оставляю остыть до комнатной температуры. Сама могу в это время заняться чем-то другим. После чего начинаю взбивать. Вы видели, нет у меня никакого профессионального, кулинарного, дорогого этого погружного блендера или там супермашины. Обычным миксером, обычным даже одним венчиком. Я работаю, у меня насадка одного венчика. На ваших глазах только что вы видели, прекрасно взбивается пастила. Моментально 5-7 минут, и она становится, консистенция такая должна быть, как растаявшее мороженое, светлое, светлеет на глазах. Вся насыщается, делается воздушно. После чего переливайте в любую удобную для вас форму. У меня силиконовая форма. Вы можете перелить в любую форму. Если у вас форма керамическая, либо же пластиковая, можете немножечко кисточкой пройтись по стеночкам растительным маслом. Или уложить на дно пленку пищевую и потом уже вылить пастилу. Когда вы перевернете застывшую пастилу, просто снимите пленочку и никаких проблем. Силиконовая форма, она просто выскакивает. Замечательно, ни за что не цепляется, не прилипает к стенкам. И все. Наш десерт низкокалорийный, готов. Это прекрасно, вкусно. Я готовила из смородины, из крыжовника, из абрикосов, из яблок. Из любых ягод будет вкусная вам пастила. Ну что, мои хорошие, мы с вами приготовили два блюда сегодня. Основное блюдо и десерт. Я провожу свои эфиры каждый день, чаще всего в 8 утра. Мы готовим что-то вкусное, полезное. Рассказываю, как можно худеть без диеты, без спорта. Как я сама лично сбросила вес на 42 килограмма. Рассказываю истории своих клиентов. Разбираем некоторые ошибки в питании. И отвечаю на ваши вопросы. Поэтому заходите на мои эфиры. Подписывайтесь на мой YouTube канал, который называется Прощай.XL. Туда же я сохраню и сегодняшний эфир. Так, когда ждать, голубцы. Буквально вот на днях мы готовили позавчера, наверное, фаршированный перчик. Технология, как и голубцы. В принципе, только сверху перец, а не капуста. Ну, я думаю, что и голубцы нужно приготовить. Сама бы с удовольствием съела голубчики. Поэтому, как только доедим с мужем курочку по-азиатски, обязательно в следующий раз приготовим диетические голубцы. Дочка наша, 15-летняя, уехала к подруге на неделю. Поэтому целую сковороду я приготовила сейчас в прямом эфире. Курочки по-азиатски. Будем ее есть точно сегодня-завтра. Но завтра утром обязательно что-то вкусненькое еще приготовим вместе с вами. Давайте питаться вкусно, давайте ни в чем себя не ограничивать, не отказываться от своих любимых блюд и при этом снижать вес. Снижать вес вкусно, плавно, так, как нужно именно по медицинским показаниям. И оставаться всегда стройными. Все, всех целую и обнимаю. Рада была, как всегда, с вами пообщаться в прямом эфире. Все, до новых встреч. Подписывайтесь на меня в ТикТок. Подписывайтесь на мой YouTube канал Прощай.Эксель. Если кому-то нужна моя профессиональная помощь, либо же вы хотите иметь уже, получить от меня готовое сбалансированное меню, составленный рацион для вас, пожалуйста, пишите мне в личное сообщение слово меню. И мы с вами пообщаемся на эту тему. Все, всем пока-пока и до следующей встречи. Продолжение следует...